вероломное нападение нацистской германии потребовала отдать все силы на отпор врагу не только солдатами на фронте но и тем кто остался в тылу от тружеников тыла зависело обеспечение воюющих бойцов самолетами танками стрелковым оружием и обмундированием ключевую роль в техническом оснащении войск сыграли рабочие урала художник петр васильев бывавший в годы войны в командировках на урале в своих рисунках запечатлел образы героев тружеников перед нами на рула базетов знатный сталевар вверх и сетского металлургического завода в свердловской в годы войны он добился резкого увеличения получения стали из мартиновских печей иван завертайло проходчик высокогорского рудника при помощи метода много забойного бурения он превышал нормы добычи руды на сотни процентов за трудовые подвиги он был награжден сталинской премии все деньги он перечислил детский дом но подлые грабители этого не знали напали и убили ивана завертайло не выпуская из рук рычаги мощного эскаватора трудился на руднике горы высокий нижний тагильский рабочий дмитрий филиппович пестов выполнял норму на 200 процентов он знал добытая им железная руда остро необходимы для военной промышленности снарядов на войне много не бывает на токарном станке закреплена заготовка токарь передовик производства иванов сосредоточен любой брак недопустим ведь от его умения зависит жизнь наших солдат на фронте в цехе по сборке зенитных орудий нет суеты идет планомерная работа 85 миллиметровые зенитные пушки которые собирают рабочие нужны для поражения воздушных целей но могут послужить на фронте и в качестве противотанковых орудий на картине художника голубчикова можно в деталях рассмотреть усовершенствованную 85 миллиметровую зенитную пушку получившую заводской индекс ps12 означавший что орудия создана на заводе имени калинина светловский с приданным ей бронебойным снарядом она могла прошибать броню всех типов немецких танков вячеслав константинович славный отправляет зрителя в цех металлургического завода сквозь дым и жар от плавящегося железа видим как рабочие с усилием достают раскаленную заготовку цехи магнитогорского металлургического комбината круглосуточно горят светильники беспрерывно упаковываются и уносятся собранные для фронта снаряды трудовые операции доведены до автоматизма поэтому никаких лишних движений надо беречь силы чтобы работать больше и лучше в грубых ватниках и рукавицах массивных вовсе не женственные фигуры тружениц тыла эта картина художника прусиловского посвящение женщинам которые в трудный для страны момент заменили мужчин заводских цеха свой трудовой тыл был и в осажден в ленинграде на плакате алексея федоровича пахомова у станка совсем еще мальчишка но все зовут его уважительно полным именем василий васильевич потому что трудился василий иванов отчаянно самозабвенно как не все взрослые мужчины умеют на полотне георгия александровича репина женщин подростки и старики они трудятся на ижевском оружейном заводе и лишь на несколько минут прервали свою работу услышать сводку со в информ бюро фигуры людей напряжены лица печально по-видимому диктор левитан сегодня сообщает безрадостные вести с фронтов полотна художников посвященные труженикам тыла весьма ценный исторический источник ведь они сохраняют для новых поколений нашей страны дух той героической и одновременно трагической эпохи благодаря им формируется представление о том как организовывалось производство какие виды вооружений производили заводы и наконец мы современные зрители можем вглядеться в лица тех людей чьими руками ковался меч победы